В эфире новости Дагестан, в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в выпуске. По горючим следам. По какой причине и на сколько подорожало топливо в республике, смотрите через минуту. Неприятное соседство. Жители Кумтар-Калинского района, рядом с которыми собираются возводить мусорный полигон, вышли на очередную протестную акцию. Экскурсия для гидов. Перед началом туристического сезона в муртиятии Дагестана состоялась встреча известных богословов с гидами и работниками в сфере туризма. 1 мая традиционно вся страна отмечает праздник весны и труда. Не стал исключением и Дагестан, где во многих городах и районах прошли праздничные мероприятия, приуроченные к дате. Так в Каспийске на центральной площади города сегодня было многолюдно и весело. На сцене звучали гимны Российской Федерации, Республики Дагестана и другие патриотичные композиции. Также были развернуты тематические выставки для горожан и гостей. Здесь же военнослужащими Каспийской флотилии была организована полевая кухня. Каждый желающий мог попробовать солдатскую кашу бесплатно. Поздравил присутствующих с праздником и глава городского округа Борис Гонцов. Отруженики города были отмечены благодарственными грамотами. Каспийск город трудовой доблести, Каспийск город воинской славы, воинской доблести, Каспийск город спортивной доблести, Каспийск город творческой интеллигенции, Каспийск город инженерной мысли. Вот такой многократный город Каспийск. И, уважаемые друзья, давайте будем дальше наш город растить, вкладывать в него свой труд и развивать. Всех с праздником, всего самого-самого доброго, светлого и всего хорошего. И к другим темам. На дагестанских автозаправочных станциях отмечается рост цен на топливо. Так, стоимость газа повысилась сразу на 30% с 15 до 20 рублей. Как пояснил в телефонной беседе председатель Ассоциации АЗС Республики, на это есть свои объективные причины. В частности, речь идет об изменениях на товарно-сырьевой бирже, которые еще начались в марте этого года. В первую очередь хочу отметить, что цены, они создаются рынком. А на рынок сам в основном влияют крупные компании, сетевые венки, то есть вертикально интегрированные нефтяные компании, такие как Роснефть, Газпром, Лукойл. И в данной ситуации они также повлияли. То есть завод, который продает оптом нашим руководителям АЗС, повысил цены. То есть на заводе цены взлетели в разы. Ценник определяет именно сам завод в зависимости от того, сколько и почему они продают. Уже от этого зависит цена на розницу. По данным экспертов, несмотря на изменения, в республике все так же сохраняются самые минимальные цены на топливо, чем по всей России. Также надо учитывать, что у нас в Дагестане самые низкие цены на сырье. Не только даже на газ, но также и на дизель, на бензин. На рубля минимум 3-5 по бензину, по дизелю даже где-то доходит до 10 рублей. Если смотреть по субъектам РФ, начиная с Москвы. Отметим, что ситуацию пока еще не прокомментировала республиканская антимонофольная служба. Жители населенных пунктов Кунтеркалинского района, рядом с которыми собираются возводить мусорный полигон, вышли на очередную протестную акцию. Люди возмущены тем, что работы по зачистке территории ведутся незаконно, без соответствующей экспертизы. Это мусорный полигон, который загрязняет окружающую среду. Это мы все знаем, какой ущерб он принесет природе ближайшей. Это и Сарикум, это и подземные воды, это около трассы. Здесь нам надо в первую очередь разобраться, почему решили именно здесь строить полигон. Мы общественно спросим, чтобы приостановили это действие их, поставили шланг-баум, пусть они ставят здесь паспорт проекта, который здесь будет строиться. Кто бы не строить, там бывает... Там как закону? Да, все как положено, там бывает имя, кто ее делает. Напомним, в недавнем интервью нашему каналу вице-премьер Нариман Абдул-Муталибов обещал выехать на встречу с жильцами и предоставить экспертное заключение. Однако дело не сдвигается с мертвой точки и до сих пор представители республиканской власти так и не вышли на прямой диалог с протестующими. В Дагестане восстановят работу Кубачинского художественного комбината. Об этом стало известно в ходе рабочего визита премьер-министра республики в Дахадаевский район. Здесь выпускались различные виды женских украшений, посуды, холодного оружия, а также колоритные кувшины и вазы. В последние годы в работе предприятия возникло множество проблем. Накопились долги, устарело оборудование, полноценный производственный процесс приостановлен. Здание также нуждается в ремонте. Первый шаг восстановления уже сделан. Так погашен ранее накопившийся долг в размере 50 миллионов рублей. Абдул-Муслим Абдул-Муслимов поручил ускорить процедуру банкротства и сформировать план с механизмом возрождения комбината до 20 мая. А на площадке исторического парка «Россия. Моя история» прошел тотальный диктант на даргинском языке. Участие в нем приняли более 400 человек. Акция проводилась с присущим ей колоритом. Гостей встречали горянки в национальных костюмах. На площадке были представлены подворья с традиционными угощениями, выставки и книжные ярмарки. Муниципалитеты также продемонстрировали свое культурное многообразие. Перед началом туристического сезона в Муфтияти Дагестана состоялась встреча известных богословов с гидами и работниками в сфере туризма. Говорили о важности сохранения культуры и традиции народов республики. Гостям также провели экскурсию по религиозным объектам. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову ему слово. Естественно, не может быть так, чтобы туризм приносил только пользу. Туризм может принести и вред, но наша с вами задача, чтобы туризм в Дагестане приносил только пользу. С этой целью Муфтия Дагестана организовал очередную встречу не только с действующими работниками в сфере туризма, но и будущими гидами. Религиозные деятели и историки говорили о необходимости проводить экскурсии туристам, учитывая менталитет культуры и традиций народов республики. С каждым годом их становится все больше и больше, и этот год не исключение. Ожидается большой поток прежних людей. Соответственно, конечно, и у самих гидов тоже есть очень много вопросов именно по религиозным объектам, так как именно туристы их задают, спрашивают, интересуются теми древними объектами, которые есть на территории нашей республики, такие как старая древняя джума мечеть в городе Дербент и подобные этому другие исторические объекты. Поэтому в этой связи есть необходимость вот так встречаться, периодически общаться, давать определенные уроки, скажем так, рассказывать об этом, говорить. Для чего? Для того, чтобы те гиды, которые идут вместе с этими туристами, чтобы они были осведомлены. Участники встречи в ходе беседы говорили о религиозных объектах, дресс-коде, чистоте поведения туристов и местных жителей. Мы вместе должны работать над тем, чтобы наша республика, наш Дагестан все время привлекал и привлекла именно чем? Своей культурой, своими традициями, своим гостеприимством, своим отношением к старшему поколению. И вот это все сохраняя, мы всегда будем тогда удивлять и восхищать всех, кто к нам приезжает. Просто встреча проводилась с муфтиатом именно по подаче информации религиозного характера, религиозных объектов. И мы должны ее подавать не с шумом, гамом, а тихо, спокойно, чтобы человек, смотря на нас, на мусульман, на гидов, могли воспринять от нас не словами, не действиями, а именно нашим поведением, как мы себя ведем, что мы можем спокойно подавать эту информацию и чтобы точно так же спокойно эта информация принималась. То есть не ради ради, а чисто от души в душу душевно. Мы хотим донести до тех гостей, которые к нам приедут в красивой, уважительной форме, о том, что когда едут к нам в наш монастырь, мы красиво покажем, как можно одеть одежду, чтобы уважить наши традиции и наследие. Потому что люди едут с открытой душой и открытым сердцем, и поэтому мы поможем, чтобы они оставили свою душу, частичку любви и возвращались к нам снова и снова. По завершению встречи для гостей провели экскурсию по зданию муфтията и центральной джума мечети столица. При любой проблеме есть телефон, по которому можно позвонить и обратиться. То, что в любую мечеть можно зайти посмотреть, то, что можно приводить туда туристов, что в джума мечети есть свои гиды. Я до этого просто не знала, я не первый раз уже здесь, но я не знала, что можно прийти и попросить провести экскурсию. Поэтому много полезной информации было сегодня. Тесное сотрудничество религиозных деятелей с работниками индустрии туризма будет продолжено во благо Дагестана. Хамзнур Магамедов, Ислам Халиков, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Ветераны «Динамо» выиграли футбольный турнир, посвященный участникам и погибшим в СВО. Матчи с участием 16 команд проходили в Махачкале. В спор за победу в спортшколе Маркарова сошлись коллективы из министерств и силовых ведомств. Турнир призван объединить на поле представителей разных структур, ежедневно рискующих жизнью ради обеспечения безопасности дагестанцев, отдав дань памяти погибшим в СВО. Об этом представители органов власти говорили на открытии. Я думаю, это очень нужный и важный турнир, который нужен и вам, как спортсменам, как ребятам, которые занимаются физкультурой и спортом. Важен это и тем нашим молодым ребятам, школьникам. Они будут знать, что прошел турнир, посвященный нашим участникам СВО, что имеет уже патриотическое значение. В настоящее время благодаря всем нам, всем здесь присутствующим, сотрудникам правоохраны, прокуратуры, суда, относительная стабильность в республике. И мы должны все это сделать, чтобы все это было постоянно. Двое дагестанских боксеров представляют Россию на чемпионате мира. Соревнования стартовались сегодня в Ташкенте. В составе национальной сборной вошли финалисты Олимпиады в Токио Муслим Гаджи Магомедов и двукратный чемпион страны Шарапудин Атаев. Всего в столицу Узбекистана съехались 640 боксеров из 104 стран. Россияне выступают там с флагом и гимном. Итоги чемпионата мира будут подведены 14 мая. Победители соревнований в каждой весовой категории получат по 200 тысяч долларов. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова